Новые обстоятельства многолетней истории стали известны в феврале этого года. Дело о строительстве детского комплекса на берегу Рыбинского водохранилища дошли до высших инстанций. Деятельность Заргаряна на лесных участках была признана законной, а постройки временными. То есть арбитражные суды Российской Федерации от первой инстанции и до высшего арбитражного суда установили, что никаких нарушений предприниматель Заргарян при проведении своей предпринимательской деятельности на арендуемых лесных участках не допустил. Напомню, в 2011 году Гарлем Заргарян взял в аренду на 49 лет земли лесного хозяйства для строительства детского комплекса. Однако после многочисленных проверок выяснилось, что на берегу Рыбинского водохранилища возводят коттедж, баню и беседку. Специальных условий для массового проживания детей специалисты не обнаружили. При выезде на место, при осмотре территории, а это законные действия прокурора, прокурор не может фиксировать одни нарушения и закрывать глаза на другие нарушения. По сведениям прокуратуры, вместо временных построек были возведены капитальные. Фундамент повредил лесную подстилку и почву. Во-вторых, строители установили шлагбаум на подъезде к дому. Кроме того, по словам специалистов, был вырублен лес в охраняемой зоне. По мнению специалистов, бизнесмен нарушил лесное законодательство. И два года назад предпринимателю вынесли следующее решение. Внести объекты капитального строительства, незавершенное строительство бани размером 4,5 на 11,5 метров. Незавершенное строительство дома размером 19,2 на 17,2 метра. Отдельно стоящее строение размером 5 на 3 метра. Согласно документам, все действия на территории Рыбинского водохранилища признаны законными. Однако об этом решении предприниматель узнал спустя 4 месяца после его принятия. Гарлем Заргарян подал заявление о пересмотрении дела в Череповецкий районный суд. Однако в этом ему было отказано. Следует отметить, что Заргарян обратился в суд с заявлением о пересмотре решения суда по новым обстоятельствам с пропуском установленного законом трехмесячного срока, что является самостоятельным основанием для отказа в заявлении об отмене решения суда в порядке ст. 390 ГБКР. Теперь у адвокатов есть 15 дней, чтобы обжаловать это решение в областном суде. Судебные тяжбы длятся уже более двух лет и еще рано ставить точку. Татьяна Жданова, Лена Тойванин. Новости.